Завершающие минуты разминки и старт первой игры суперфинала. Матч между командами Мусон и Новомосковск. В первой десяти минутке игра шла на равных. Очко в очко. Однако Новомосковск вырвался вперед. Соперники севастопольцев отчаянно борются за выход в Суперлигу. Чувствуется превосходство. Команда отлично проявила себя в течение года на региональных соревнованиях. Но Мусон не уступает. Нервозность сменяется уверенностью и к концу второго периода счет 42-24 в нашу пользу. За ходом матча внимательно наблюдает гость соревнований Евгений Гомельский. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Европы, тренер номер один сборных женских баскетбольных команд мира. В игре перерыв не упускаем возможности интервью. Это радость, когда есть люди, для которых баскетбол это не просто удовольствие, но это еще и жизнь. Вы знаете, я повторяю, что в нашу игру дуракам очень трудно. Этот вид спорта, в котором явно видно, коллективный ты человек или ты эгоист. Умеешь ли ты соображать или не умеешь. Понимаешь ли ты, что один ничего не сделаешь, а нужна команда. Поэтому я не собираюсь лишний раз хвалить наш вид спорта, но он действительно один из лучших. Четырьмя легионерами из Волгограда и Ростова дополнена команда «Мусон», что не противоречит правилам. А итоговый счет игры 82-61. Заслуга не только приглашенных игроков. Резюмирует тренер Сергей Цымбал. Неожидаемо и радостно, скажем так. Команда готовится играть в Суперлиге, я про новомосковку, а мы собрались буквально за 10 дней. Поэтому абсолютно неожидаемый результат. И очень радостно, что ребята сыграли настолько агрессивно, с душой, с характером. Мы показали севастопольский характер. И радует, что в этой команде уже шесть наших воспитанников «Мусонов». Начали бежать, защищаться. Мы играли больше от защиты, чем от нападения. Нам тренер говорил защищаться, а нападение само придет. Никита – представитель студенческого баскетбола Корабельного колледжа СФГУ и уже попал во взрослую сборную города. Тренер Сергей Коротких готовит спортсменов для участия в первенстве Ассоциации студенческой баскетбольной лиги. В перспективе займется формированием женской команды. Есть план развивать и женскую команду 3 на 3. Перспективный вид девочки-студентки СФГУ в принципе готовы для того, чтобы поддержать мужские команды в ответственных соревнованиях. Но уже вид 3 на 3. 6 и 7 сентября севастопольские баскетболисты схлестнутся в борьбе с командами «Кристалл» Московская область и «Черномор Транснефть» Краснодарский край. До 11 числа лучшие участники турниров межрегиональной любительской баскетбольной лиги будут бороться за звание чемпионов России на площадках комплекса «Мусон». Наталья Шульга, Михаил Воробьев, Владимир Мелянский. Новости Севастополя.